Всем привет! Мы сидим за уроками, очень много задали. В общем, задача такая, что по этим картинкам из доктора Дулитла нужно составить план. Для начала, используя эти слова, и потом по этому плану уже нужно будет написать такой рассказ, где есть вступление, содержание и заключение. Поэтому мы сейчас с Миленой что делаем? Составляем план на русском языке. Потом этот план я переведу с помощью гугл-переводчика и распечатаю Милене. Она будет переписывать сюда уже на польском языке план. И потом она дальше напишет этот рассказ на русском языке также. То есть у нас получается мы изучаем как бы русский язык и польский язык, два в одном. То есть чтобы она не забывала русский язык, пишет и пишет на польском. Вот. И она значит это все сделает. Я переведу с помощью гугл-переводчика, распечатаю, и она будет переписывать уже в тетрадь, и непосредственно весь этот рассказ уже на польском языке. Поэтому с утра у нас сегодня вот такие задачи. Стали задавать много уроков, потому что поняли, что Милена сможет, и мама ей во всем поможет. А нам еще нужно сегодня сходить купить что, Милена? Не помню. Второй цветок нам нужно купить. И посадить его. И вот мне еще нужно будет с катажиной поехать. У меня мышка сломалась, представляете, рабочая. Вчера еще сломалась. Мы сначала думали, батарейка села. Все батарейки поменяли. Не работает. Перезагрузила компьютер. Потому что бывает такое, что беспроводная мышка может так барахлить из-за... Ну, в общем... Ну что, отсутствует связь с ноутбуком. И все-таки Руслан ее разобрал, посмотрел, сказал, говорит, ничего такого нету, и не знаю, в чем причина. И, в общем, пойду сегодня покупать эту мышку новую. Вот. Утром у меня что было? Утром у меня были хозяйственные всякие делишки. Я стираю, убираю. Все, что я делаю, в общем, через день. И была у меня сегодня еще встреча с одним из заказчиков. И мы с ним обсуждали план по разработке, по найму менеджеров в отдел продаж. То есть это постоянный подбор. Это когда нужно много менеджеров по продажам. И, в общем, мы оптимизировали и систематизировали весь этот отбор. То есть у меня была с ним такая... Наверное, около часа мы с ним беседовали. Вот. Ну ладно. Поэтому мне особо некогда было что-то вам рассказывать, потому что было вот много таких важных дел. Так что мы сейчас сосредоточены на польском. Сделаем план и пойдем гулять. За цветочком. Ну, за цветочком гулять, да? И бумагу надо купить, потому что она давно тебе будет распечатывать. Сижу, пишу список того, что мне нужно купить. Из всех продуктов самое главное, мне нужно купить молоко. Два молока. И вот такой эксперимент хочу я провести. Не забуду ли я купить это молоко? Потом вам расскажу. Все. Сейчас пообедаем и пойдем на улицу. Ветрено, правда. Вот не люблю, когда ветер. Волосы все, знаете, вот такие. Еще когда голова чистая, оно все вот так, как одуванчик. Знаете, что самое прекрасное? Сейчас весна и такие запахи на улице. Просто обалдеть можно. И все это дело, приходится сидеть в маске. Я сейчас сняла, пока людей нету, подышать. У меня уже нос все время чешется. И, в общем, вот так с периодичностью, пока нету людей, иду без маски, потом снова одеваю. Все чешется вокруг. Невозможно. Милена со мной не пошла. Говорит, дома хочу сидеть. Такая погода классная. Вообще, 18 градусов. Как можно хотеть сидеть дома? В общем, вот. Я иду в галерею. Хочу купить мышку. Но я не знаю, будут ли работать в ней магазины. Сомневаюсь, конечно, но иду. Посмотрим. Вернулась домой. Показываю, что купила. Мышку. Где мышка? У меня она. Где мышка? Вот она. Взяла вот такую мышку. Стоит 18 злотых. Не знаю, посмотрим. В общем, все магазины были закрыты, оказывается. Я зашла вот от Вкарифур. И купила себе. Мне нужно было купить домашние штаны. Там футболку. В общем, я купила себе штаны, футболку. Взяла Руслану шорты такие. Из этого. Ну, в общем, вот этой же фирмы я ему все покупаю. И Милене купила. Иди покажись. Она сейчас кушает. В общем, я взяла такие леггинсы. Классные. И футболку. Вообще, все так недорого. Короче, я за все покупки, за всю эту одежду, за мышку заплатила 92 злотых. Очуметь можно. Очуметь. А, еще что я тут купила. В общем, ну, тут такой бардак. Я сейчас буду прибирать все. Как видите, вот, «Меня не было дома», называется. Да? Вы же знаете, ребята, да? Когда я дома, как у меня все. А когда меня нет дома, у меня дома все вот так. Вот так. В общем, я взяла этот яблочный пирог, шарлотный. Орешки такие взяла. Вафли Руслан любит. В шоколаде ему не очень нравится. Что еще? А что еще? Все сладкое. Ну, и сладости все. Раз, два, три. Еще мне это покупала, эти. А, тут тебе скитлс я брала. Ага. Ну и все. Так что вот, я сейчас буду прибирать, пить чай, и мы пойдем на велики катать Милену. В общем, вот вчерашний наш цветок. Видите, у него еще распустился второй цветочек. А этот сегодня вот мы купили, и Милена его только что посадила. Там еще вон сколько будет цветочков. Так что, такие вот красавцы. Стоят. В лесу можно снимать маски. Поэтому освобождение из тюрьмы. Милена впереди едет. Дорога, конечно, здесь для катания не очень. Но мы пошли только насладиться этим воздухом прекрасно. Как я вам говорила, сейчас весна и очень вкусно пахнет. Там черемуха цветет. Вообще, прекрасные ароматы. И очень сухо. Знаете, такая земля сухая. Засуха. Но скоро будут дожди. Кстати, скоро гроза будет. Я очень люблю грозу. Поэтому я всегда ее с нетерпением жду и наблюдаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Елена закончила рисовать и укладывает свои мелочки. Руслан ушел в магазин. Потому что он с собой не взял телефон. А я YouTube смотрю. Там документальный фильм. Так что вот. Самая вкусная селедка это, ребята. По крайней мере, мы ее нашли. И для нас она кажется очень вкусной. Вот я что хотела показать-то. Как вы мне и говорили, эту фирму. Я ее купила. В общем, будем пробовать завтра мороженое. Сегодня не будем, уже селедки наелись. Молоко я купила. Не забыла. Так что молоко есть. Взяла тут в основном. Мне нужно было купить овощи и фрукты. Все. И молоко. Поэтому Руслан, видите, все помыл. Как положено. А я все так приносила. Вот что значит мужчина пошел в магазин. С полной ответственностью. Ну ладно, ребята. Все. До завтра. И пока-пока.